дорогие мастера всем привет сегодня на видео будем выполнять классическое наращивание это основа всех основ которые нельзя переступить то есть если вы планируете учиться наращивать реснички то всегда вам надо начинать с классического наращивания ресниц японской технологии наращивание будет выполнено сегодня изгибом c фирмы силия ресницами это реснички в изгибе здесь более ровный потому что у каждой фирмы завиток может отличаться и цвет ресниц будет горький шоколад почему бывают разные оттенки ресниц ну в первую очередь нужно отталкиваться от структуры своей натуральной ресницы если вы какой-то определенной национальности например славянская внешность реснички такие натуральные наши ресницы они более серые пигмент у них слабо выражены но тем не менее у них есть свой такой достаточно серенький хороший пигмент то есть ресницы достаточно неплохо просматривать если взять какие-то страны мусульманские у них очень темная черная ресница очень сильно насыщенный свой натуральный пигмент поэтому для такой внешности более подходит более насыщенные черные ресницы ресницы даже в черном цвете бывают очень во многих оттенках реснички бывают угольно-черные матово-черные серые с отливом баклажана с отливом синевы и это все будут черные ресницы может отличаться только категория ресниц либо эта фирма ресниц отличается соответственно чернота ресниц будет совершенно разная также чернота ресниц будет зависеть от плотности ресницы чем плотнее ресница тем она смотрится чернее но есть такие фирмы у которых даже очень тонкая ресница 003 она все равно от основания до самого кончика она очень черная это ресницы также я знаю фирмы бархата у них очень насыщенный черный оттенок усилии очень насыщенный черный оттенок есть также у лавали угольно-черная серия когда ресницы тоже черные на данном видео мы рассматриваем ресницы горький шоколад это реснички темно-коричневого цвета подбиралась здесь максимально создать естественный образ который вы увидите в конце результата какой у нас получился и так что я могу рассказать о данном видео сейчас мастер выполняет классическое наращивание это одна ресничка наращивается одна искусственная к одной натуральной установкой ресницы сверху потому что ресница своя натуральная надо смотреть какая своя натуральная ресница здесь реснички не очень длинные средняя длина у ресницы где-то 9 миллиметров своя натуральная ресничка подбиралась ресница на 2 миллиметра длиннее своих натуральной примерно то есть для создания максимально естественного образа также хочу обратить ваше внимание на постановку пинцетов в ручках в правой и левая рука как они должны держать пинцеты всегда пинцет в руке мы держим по подобию ручки так как вы учились писать вот так как вы держите ручку точно также в правой и левой руке вы держите пинцеты по подобию как вы держите ручку это будет правильная постановка если вы обратите внимание На данном видео в левой руке острый пинцет немножечко по-другому держит наш мастер. И это не исключение из правил. То есть, это заучено изначально. То есть, изначально привычная постановка держания пинцета в руках. То есть, ей либо показали, либо мастер была, по-моему, даже самоучкой, училась она по видео, к чему я вас не призываю. То есть, видео — это как дополнительная сопутствующая информация, с которой вы можете черпать для себя какие-то определённые положительные моменты. Я думаю, что положительные, потому что на видео никто из мастеров не осмелится рассказывать вам какую-то глупость, либо плохую информацию. Это, в первую очередь, репутация самого же мастера, который ведёт свой блог, ведёт свой канал. Поэтому чаще всего в видео они несут достаточно правильную информацию. Поэтому на данном видео обратите внимание, что постановка пинцета в ручке немножечко другая. Не так, как держим ручку. И это абсолютно допустимо. Это также будет зависеть от того, какой вы держите острый пинцет. Это дельфинчик, это изогнутый, либо это совершенно прямой. То есть, совершенно прямой пинцет иногда девочкам удобно держать именно так, как держит на данном видео наш мастер. Всем приятного просмотра. Надеюсь, видео достаточно близко вы видите, как наращивает мастер. То есть, с каждой реснички есть микрокапля. Работа очень чистая. Но микрокапелька обязательно на ресничке должна быть. Не забывайте обновлять каплю. От этого будет зависеть частота вашей работы. Всем приятного просмотра. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok